всем привет дорогие друзья из солнечной алании вы смотрите передачу лица турции на телеканале tv 82 в алании проживают иностранцы из более чем 80 стран мира и истории именно этих людей мы хотим вам рассказать сегодня я хочу вам рассказать историю натальи из дагестана наталья живет на два города аланию и стамбул и я надеюсь что ее необычная и очень интересная история вам будет интересно поэтому оставайтесь с нами здравствуйте меня зовут наталья я из махачкалы дагестана я хочу вам рассказать свою историю приезда и жизни в турции я очень люблю когда приезжаю в аланию приезжать сюда любоваться панорамой здесь очень вкусно завтрак и могу здесь сидеть прийти сюда на завтрак и сидеть любоваться городом панорамой морем крепостью и оставаться здесь до обеда иногда и до вечера иногда я приезжаю сюда с утра и почти до ужина остаюсь здесь я получаю такой релакс такое удовольствие и вот такой панорама как отсюда я еще нигде ни с одного места этого не видела вы сами можете посмотреть здесь такой волшебный вид так и волшебные места такая красота что это даже невозможно описать я получаю действительно из такое вот истинное удовольствие и релакс когда нахожусь здесь именно свои выходные дни я люблю проводить именно на в этом месте это мое самое любимое место в Алании глаголоком м от я готовлю на м в в в и в в и в в уже в турции и как вы мне рассказывали раньше вы живете на два города это алания и стамбул сначала вы вы из дагестана из махачкалы расскажите немножко свою историю я как вы уже сказали я сама из махачкалы я врач у меня трое детей и так получилось когда муж умер с дианетой турции поставок предложение работать ну вернее не государственная с вакфор азизмагмуд худаев я так долго не думала и решили и решила думаю уже не будет а в дагестане вы поскольку вы врач вы учились на врача в университете давайте немножко о вашей специализации я вообще изначально я училась окончила сечина и сервис медицинский московский там уже когда училась закончат кафедру косметологии мудр и очень благодарен на или валентиновне майорова моему профессору который мне тот момент давай вот это направление косметологии и дерматологии основная моя специализация первичная все-таки плане и раши людей я закончила приехала как вы это тогда в дагестане больше работала для своего удовольствия не так чтобы зарабатывать чтобы того мы и такое у вас было вы работали в клинике или у вас свой кабинет я работала то есть вы отучились москве 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 я была там улись в дагестан и продолжили там работа центральной больнице в нейрохирургии отделение нейрохирургии махачкале махачкале и работала в клинике центр красоты косметолог косметолог а вы хотели как так получилось что мы стали врачом вы всегда хотели вот с детства быть врачом наверное я выросла такой чуть-чуть сильнее врачи и врачи моя бабушка была хирургом дедушка был начальником райотдела и мама была очень молода когда меня родила она училась университете поэтому я больше росла с бабушкой и дедушкой и само собой как так как бабушка врач хирургу оперирующую в районной больнице а бабы у бабушки какая специализация она общих и ручших и рука вот в таких вот кафе которые расположены как в крепости аланьи так и на террасе ну и конечно же на набережной вы можете отведать невероятно вкусный богатый турецкий завтрак и конечно же приезжайте в такие места панорамные не только днем но и ночью потому что днем аланья вот такая вот яркая красивая зеленая голубая самое разнообразное ну а ночью зажигаются огни города и аланьи предстает совершенно в ином свете ну и конечно же вечером ночью немного прохладнее чем сейчас потому что сейчас солнце уже зашло и становится достаточно жарко когда вы приезжаете в аланию не забывайте побывать конечно же в аланийской крепости но и как я уже сказала вот таких вот небольших кафе на обратной дороге спускаясь самой вершины и обозревая вот эти вот потрясающие пара панорамные виды не забывайте выпить маленький стаканчик турецкого чая я думаю что если вы последуете этому совету то ваш отдых и посещение алани останется останется незабываемым то есть вы прям из семей продолжатель династии и получилось что я выросла в операционную операционную хирургическом отделе отделение хирургии и дальше как-то уже вы знаете я как-то не представляла другой профессии и никогда и само собой окончала золотую медаль школу поступила сечина отучились отучила вернулись обратно в махачкалу сколько лет назад вы в турцию приехали 6 лет назад и сейчас вы живете на два города на стамбул и на аланию неделю в стамбуле и неделю в аланию я считаю что я живу в самых красивых городах турции да мне кажется в самые потрясающие города в мире вот сколько я не ездила не смотрела они настолько разные но они настолько сумасшедшие интересные красивые красивые что это не передать эти ощущения я сама вы не поверите я очень много езжу как бы у меня есть уже свое какое-то имя в мире косметологии это я дружу с очень многими профессорами очень такими как бы метрами косметологии и вы постоянно ездите на обучение мне рассказал а я постоянно езжу на обучение но повышение квалификации на конгресс и ради семинары это развитие врач должен учиться всю жизнь потому что технологии развиваются что-то приходит но постоянно есть постоянно новые препараты новые технологии новые методики работы есть понимаете медицина том числе и косметология она движется семимильными шагами и когда ты любишь эту профессию когда ты любишь именно медицину ты живешь вся моя жизнь это медицина честно даже дети как мама работал любишь больше вот по поводу детей у вас уже взрослые дети и дочка у вас тоже продолжает вашу династию она учится в стамбуле и стамбуле и этот и неюзил университет факультет хочет стать анестезиологом анестезиолог да ну одновременно я ее честно сказать одна каникулах я хотела посмотреть как чём отдала ее в мг академии на курсы косметологии посмотрим пока и косметология но ей нравится она вот косметология не очень а вот медицина и именно анестезиология и нравится она уже после первого курса так она очень хорошо учится профессора ее любят довольны они ее прям на стажировке уже давали самостоятельно делать анестезию и эпидуральную и такую общую она ей нравится но это самое главное значит и работать она будет с душой с удовольствием и она очень любит она мне в совершенстве говорит на турецком на английском самостоятельно изучила корейский да ничего себе слушайте какие вот какие просто потрясающие люди вот 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 невероятно прям хотя с натальей мы познакомились буквально вот пару дней назад да поэтому я всегда я просто удивляюсь насколько интересные и образованные потрясающие люди которые обожают свою работу и живут с удовольствием да именно поэтому я и хочу рассказать вам истории вот таких людей чтобы у вас было вдохновение чтобы вы учились и понимали что все в жизни важны возможно главное дело это радостью делать я очень верующий человек и коране везде и в хадисах говорится что амалию делать это как бы причину и тогда всевышний вам дает еще больше вот смотрите вот говорят же вот и все без еды не остается даже но птички они как делают они летают чтобы получить корм да и всевышний да работает да работает даже те же муравьи насекомые все получать и за какой-то определенный слой труд и если мы любим свою работу если мы так всегда всегда будет вознаграждение не будет наших же руках добиться успеха но надо всегда заниматься тем что ты любишь и в чем у тебя есть знание получать эти постоянно помимо того что это лютые это любишь нужно постоянно образовывать вот кстати расскажите пожалуйста вы мне говорили что вы сейчас учитесь в университете еще одно и еще планируете да я учусь тоже на тып факультете турецкий уже заканчиваю и будут идти спец буду проходить специализацию дерматологии дерматологии да так как пластическая хирургия у меня уже есть я подтвердила и именно так как нейрохирургия не могла заниматься уже я подтвердила на пластического хирурга да ну потом я так все-таки решила получить дерматологию и у меня чуть-чуть слабый турецкий поэтому я решила что лучше всего поступить в университет за 1 язык у меня уже за язык подтягивать да еще одну специальность и специальность то тоже медицина турецкий дипломом котируется во всем мире и получить турецкую специализацию дерматолога для меня это очень важно и потом буду построить вот сейчас я еще под докторантуру документы подала и вот сейчас выбираем между джерах паша и стамбул университет ну скорее всего рядом предпочтение и стамбул университет он не привлекается историю и стамбул а ты которые находятся на поэзите очень красиво очень красиво место потрясающе невероятная знаете туда приходишь и вот это он такой величественный и в то же время такой старинный такой потрясающий что учиться в общем в этой истории про это даже сам вдохновение это куча и как будто ты касаешься и бонсина а ведь цены и всех вот таких вот именитых врачей поэтому как у вас хватает времени вот как трое детей живете на два города один университет 2 работа частная практика как у вас хватает времени или это опять из того вытекает все из того что вам это нравится и работа хобби и это все удовольствие да вот вот правильно сказали знаете я не знаю но я живу этим не горю этим я очень у меня работа это мое хобби моя жизнь моя любовь самая первая и наверное бесконечная вот ваде любовь на всю жизнь вот это вот моя работа это и есть это получается учиться дальше развиваться развиваться изучать все новое и глубже где-то есть любовь жизни да я живу пока дышу и работаю да и дети дети всегда меня понимали я благодарна всего что младше и мальчик они у меня живут в дагестане но они спортсмены они поэтому не хотят оставить своего тренера когда я сказала что перевезу только если тренера собой заберем они занимаются дзюдо они в олимпийском резерве дзюдо у них очень хорошие результаты старше вот сейчас 17 лет он поступил и на юрфак экономическая безопасность тагестанский университет младший вот он сейчас 9 класс заканчивает скорее всего он вот он точно врач вы знаете он вам все расскажет любую анатомию все что нужно сделать я хотя никогда не давила и вот сейчас он хочет после 9 класса пойти медицинский колледж и медицинской академии махачкалы а потом уже после колледжа будет решать каким врачом стать но все равно он идет по врачей продать продолжать продолжать сейчас мы находимся в самом центре алании да на пятничном рынке здесь огромное количество что он здесь магазины и рестораны самое главное проходит рынок овощной в общем очень много всего интересного но центре конечно же люди в свободное время особенно на выходных по вечерам приходят с друзьями выпить чашечку кофе просто отдал день ну и конечно же помимо отдыха люди здесь работают каждый день в магазинах каких-то своих фирмах и так далее как проходит ваш каждый день у меня как у меня день проходит а я стою утром рано на утренний намаз потом я не ложусь там читаю коран какие-то свои духовные ценности время для души потом я иду на работу когда потом у меня рабочий день у меня обычно длится до 8 часов до 8 вечера начинается начинается с 9 с 10 иногда когда в стамбуле остаюсь в благотворительной больнице для палестинских детей на ночные дежурства и еще занимаюсь как благотворительностью нашим те которые нуждаются и не нуждающихся благотворительные оказываются благотворительные медицинские услуги когда пола не здесь особо до 8 вечера работа потом у нас очень дружный коллектив вы наверное заметили это мы я иду к себе домой или гуляю по ночной да вот то что это просто то что мы рассказывали что вы обошли весь город и даже кафе в котором мы сейчас были пешком туда ходите пешком почему вот так вот любите прогулки или вы таким образом отдыхаете отключаетесь причем знаете во первых я люблю прогулки во вторых я таким образом отдыхаю получаю релакс какие-то делаю планы в голове во вторых я очень люблю ходить пешком и смотреть красивые места города потому что когда ты на машине или на транспорте этого детали мелкие мелкие вот эти детали жизнь на нас так вот так вот так вот горький туда завернешь и там есть маленький мини парк с фонтанчиком такая красота чуть выше вот я даже туда на панораму вверх пешком ходила в горы да ай лавлю аланья прям пешком да и вы наверное первый человек то что в общем многие мне пишут и спрашивают можно ли туда дать не может два с половиной часа можно долго долго ну я в любом городе где не бываю я очень много пешком мне нравится потому что вот эта архитектура детали вот это жизнь повседневная да самое главное прочувствовать ты должен ходить ходить да обязательно ходить и когда ты ходишь ты так или иначе контактируешь с людьми еда что-то покупаешь общаешься это очень интересно это очень интересно а по вами вообще прелесть ходить всегда пешком я на работу идут пешком с работы иду пешком это вот потому что город маленький красивый вот так маленькая сказка да так и есть астамбул я безумно это вообще очень такой вот это планета да планета просто другая планета стабул это как бы люди знаете вообще турция это такая страна когда ты приезжаешь и ты влюбляешься многие приезжают в турцию и происходит так что прям вот не планируя не думая здесь жить люди здесь остаются и понимают все я хочу здесь быть с первого взгляда вот это у вас так же произошло фактически да я приехала я принципе думала как попробую получится получится это вот у меня такая же история попробую если не понравится я уеду да и это и знаете я я влюбилась я прямо это самолет летел над стамбулом я сидела возле окна я очень не люблю сидеть возле окна а тут выхода не было мне пришлось сидеть я как увидела это это было так все я поняла что это мое я влюбилась да было трудно да было где-то это не так тяжело но это все проходит 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 ты влюбляешься в эту страну в это все в эти запахи в этот воздух вы знаете вот много машин и в Аланье в Стамбуле а выход-то чистый вот в таких вот маленьких переулочках как в Аланье так и в Стамбуле спрятано очень много традиционных турецких таких маленьких кафе да лаканты многие из вас уже знают где готовят сулу и меклери ну это домашняя еда домашняя еда и Наталья вы любите готовить или ходите в рестораны что вы любите вот что из турецкой кухни вы прям любите я люблю готовить но с ритмом моей жизни моей работы и тем что мы с дочкой вдвоем у нас не получается готовить это где-то такой готовый в основном ходят тоже вот такие маленькие кафешки здесь можно кстати не только покушать здесь можно давайте тоже присядем и попьем чаю потому что как мы любим говорить ничто в Турции не происходит без стаканчика турецкого чая или кофе очень люблю очень люблю турецкие турецкий чай вот все можете не видать я очень люблю и турецкий кофе люблю особенно дебе-капусь дебе-капусь расскажите про дебе-капусь потому что это особый вид кофе он типичен для востока Турции да и это смесь это смесь 18 сортов кофе он варится только на натуральном молоке не на обезжиренном не на таком а именно на натуральном молоке и он такого цвета получается как кофе с молоком да как кофе с молоком и в то же время у него такой своеобразный привкус там помимо кофе там еще есть приправы приправы обязательно там есть и там есть корица корица и кориандр тоже есть есть очень много разных смесей там есть чуть-чуть черный перец чуть-чуть соль чуть-чуть корица кориандр и самая капелька мускатного арена и это замечательный кофе так же из турецкой кухни я очень люблю мясные блюда Да, я люблю пиды, скажу слово, люблю. Адана люблю. Люблю очень, вот вы видите? Пиды любите? Да, да. Надо им ограничивать, чтобы не располнить. Нет, у нас значит так, мы пиды едем только раз в неделю и на выходных, это знаете, как бонус после рабочей недели. Но это очень вкусно. Примерно у меня тоже. И еще я знаете, что люблю? Вы попробуйте. Вот баклажаны у них запекают, потом придавливают, и сверху фарш, и сыр, и карноярик. Да, карноярик. И мамбойлды тоже есть. Да, и они целиком, вот этот баклажан, и там придавливается фарш, сверху сыр, и помидоры. Это сказка. Я это очень люблю. Я вообще люблю турецкий вкус. В Стамбуле, я думаю, у вас там... Ну, если у нас в Алане здесь огромное множество всего. Да. В Стамбуле вообще люблю. А вот то, что касается, например, уличной еды, вот фастфуд, там, дюрюмы, например, или тантуни. Кто-то вот любит, прям обожает тантуни. Да, кто-то дюрюмы. Ну, знаете, из уличной еды турецкой, вот из мят, ну, я люблю фила в смуху там. А вот, который прям продает пиламджи. Да, прям вот таких стеклянных пиламджи. В Алане, кстати, этого нет. А в Стамбуле есть. И особенно, я люблю, где Эмилену, где Кепро есть, мост. Там один старик и старый дедушка, он всегда его продает. Красота. И он самый вкусный. Честно говоря, я вкусе нигде не ела. Очень люблю. Еще есть турецкая фастфуда. Люблю жареные киштаны. Ага, зимой особо. Да, и кукурузу. О, это красота. Кукурузу. Вареную? И вареную, и жареную. Вот это целиком. Но самая большая моя слабость, это фаршированные мидии. Мидии. Да. У вас в Алане я их особо не вижу. То есть, они продаются на набережной. На набережной, да. Да. А у нас они везде продаются. В Стамбуле. И они очень вкусные, фаршированные мидии. Особенно, о чем с лимончиком флолить. Это красота вообще. Очень вкусно. Вы знаете, где я первый раз ела фаршированные мидии, не поверите? Пару месяцев назад я была в Москве. И мои русские друзья, которые обожают Турцию, и знают, наверное, Турцию не хуже, чем мы здесь живущие, они пригласили меня в ресторан турецкий, который называется Бардак. И представляете, там работают ребята из Анталии, а также работает русский парень, который говорит потрясающе по-турецки, который учился и жил в Стамбуле 15 лет. Ой, прекрасно. И прям оформлен в турецком стиле. И там вот именно... Потому что так или иначе, мне не приходилось пробовать мидии раньше. И там я уже все говорю, давайте и пидеи, и миди. И причем совершенно незаметное место. Там супер, очень-очень вкусно. Да, очень вкусно. В Москве и турецкое место. Да, да, да. Вот я, допустим, чем помпезно, вот такие рестораны, больше люблю вот такие вот рестораны. Да, маленькие. Где душа чувствуется. Вот у нас в Стамбуле есть такие айле кафе. И мы туда ходим, пьем кофе, завтракаем, кушаем. Да. Иногда душа. Их причем очень много. То есть в каждом районе, да, на каждом шабу. Ну да. Поэтому, друзья, если вы приедете в Турцию и Валанью, голодными вы не останетесь точно никогда. Это так назначено. Да, помимо того, что на рынке можно купить все самое вкусное и свежее и приготовить это. И в Валанне есть и рыбный рынок, и очень много мясных лавок, которые расположены в каждом районе, где можно купить свежее мясо. Ну и, конечно же, вот в таких вот кафе отведать самую настоящую, домашнюю, традиционную турецкую. Да, и, кстати, очень вкусно. Очень вкусно. И, что самое главное, недорого. Недорого. Дорого. Мне тоже постоянно задают вопрос, как приехать в Турцию. Вот я врач, да, я врач-косметолог, хирург или какой-то другой врач. И постоянно задают вопрос, я хочу переехать в Турцию, как мне начать работать врачом в Турции? Как вот эту вот всю легальную процедуру, как пройти? Вот вы тоже говорили, что нужно подтверждать свой диплом, язык и так далее. Расскажите прям вот эти вот все ступени. Конечно, это все нелегко, это может длиться очень долго, годами. Расскажите вот прям изначально, как это все происходит. Сейчас все расскажу. Смотрите, я когда приехала сюда, мне, наверное, чуть-чуть повезло, чем многим другим, по ходатайству нашего руководителя ВАКФа, здесь мы тут Худайи, и этот ВАКФ, это для тех, кто не знает, это ассоциация, фонд, который помогает соотечественникам. Да. И они, короче, Осман Нуритоп Баши, шефа, руководитель Дианета Турции, Дурсун Ходжа, он пригласил меня, и первое время я работала в палестинском центре, как приглашенный врач. Приглашенный врач. Да, тоже по специализации. По специализации, нет, я была как общий хирург, экстренный хирург, приглашенный врач в палестинском центре. И за это время обязательно нужно, если вы едете сюда, у вас должен быть какой-то первоначальный старт, который будете ожидать, пока вы будете работать. Вы имеете в виду денежный? Денежный, да. Чтобы иметь средства на жизнь, пока вы ожидаете подтверждения, работу, или вы должны быть готовы взяться за любую работу. Я, честно говоря, я здесь прошла все ступени. Я тогда хотела подтвердить диплом, я работала и санитаркой, и медсестру, хотя у меня были дипломы, и свое какое-то у меня были уже сделанное имя. Но поскольку диплом не был подтвержден, то вы пока ждали? Мне нужна была работа, да. И я не собиралась зависеть от кого-то, ожидать это. Потом я подала, собрала документы. Это нужен аттестат, диплом, и хамет, все это апостелироваться должно, дипломы, все. Постель – это подтверждение там, где вы учились. Того, что это оригинальный, и легальный документы. И вы сдаете все это в Министерство образования Турции. И одновременно регистрируетесь на сайте для того, чтобы войти в экзамен. Вы регистрируете… То есть, помимо подтверждения, для подтверждения диплома нужно сдавать экзамен? Обязательно экзамен. Экзамен называется СТС. Вы его, когда сдаете, вы получаете только общего доктора. Ну, как в России, в Украине, или где-то, как ликарь, терапевт. Вы получаете общего доктора, и можете работать только или айле-доктором, ну, семейным врачом, вот как участковые врачи, примерная ассоциация, или скорой помощи. И чтобы получить отдельную специализацию, направление, нужно сдать ТУС. Это экзамен по специализации, и вот тогда вы уже можете работать или хирургом, или дерматологом, или всем этим. И сколько все вот это вот длилось у вас? Год, два? У меня длилось это почти три года. Три года, да. Ну, я знаю, что это очень долго. Очень долго. А как проходит вот этот вот экзамен? Вы подаете документы. Дальше… Два раза в год проходит экзамен. Раз в полгода. Экзамен бывает в августе и феврале. Вы регистрируетесь, оплачиваете пошлину, все, заходите, и вам выдают… А экзамен на турецком языке? На турецком, строго на турецком. Поэтому, помимо того, чтобы быть врачом и подтвердить диплом, вам нужно иметь знание турецкого языка. Турецкого. Или зубрить. Да. Вот как многие мы зубрили. Мы зубрили, потому что один неправильный ответ считает четыре-пять правильных отвалов. А экзамен устный, письменный? Письменный. Письменный экзамен. Письменный экзамен. Экзамен тестовой формы. Но лучше на те вопросы, которые вы не поняли или это, лучше не ответить… Вообще не отвечать, чем неправильно. Да, чем неправильно ответить. Потому что, если вы не ответите, это просто не засчитается. А если вы неправильно ответите, у вас снимут баллы. Экзамен, я вам так скажу, там по всей медицине вопросы. И по гинекологии, и по терапии. Потому что это экзамен общего врача. Общего врача. И если вы подтверждаете в Турции, то вы спокойно можете работать в любой точке мира. Потому что турецкий диплом признается во всем мире. И после этого, после экзамена, вам приходит ответ. Вы заходите на сайт и видите, прошли вы или нет. И если вы прошли, то что? Вам дают данклик. Подтверждение диплома. Подтверждение диплома. Данклик. И уже имея на руках данклик, вы можете регистрироваться на ТУС или готовиться отдельно. На следующий экзамен. На следующий. Если вы хотите по специализации пойти. Но также спокойно вы можете работать и семейным врачом, и в скорой помощи, при клинике. Или, как вы, например, пойти в университет, да? Да. Или пойти в университет на докторантуру. Докторантуру. Или поступить на любой другой университет этот. И у вас будет... Вы знаете, здесь профессора, учителя очень помогают иностранным студентам. Они очень любят, и когда видят, что мы стараемся, мы учимся, мы действительно хотим это все, они очень помогают. Я очень благодарна, мне очень помогают. И помогают до сих пор. Ну, то есть, ваш пример доказывает то, что это занимает много времени, это тяжело, но... Это того стоит. Если ты хочешь, ты сделаешь. И самое главное не сдаваться. Живя в Турции, и имея возможность приезжать в Аланию постоянно, где вы отдыхаете? Едете ли вы за границу, или в какие-то другие города? Может быть, много путешествуете по Турции? Я вообще, честно говоря, очень много путешествую, не только по Турции, по всему миру. Я часто езжу на разные конгрессы, семинары по всему миру. И куда бы ни приехала, я очень много хожу пешком, гуляю, смотрю достопримечательности. Это мой отдых и релакс. Такое вот, знаете, душевное вот это, получение душевного наслаждения. А приезжая в Аланию, я очень люблю гулять здесь, гулять пешком. Везде, кстати, в этом же парке, где мы сейчас гуляем. Люблю гулять по набережной, очень красиво. Люблю пешком ходить в горы, где Дим-Чай, где Калия, куда. Аллайоня очень сильно похожа на мой город, на Махачкалу. Да. Там тоже море, горы. А в этом году в каких странах вы были? Куда вы ездили? Вот в последнее время. Последнее. В этом году я была в Германии, в Адамсе, в Пёльне, во Франкфурте. Это тоже на конференции? Да, само собой, я еду учиться, развиваться или учить других, и в то же время отдыхаю и гуляю. Потом была в Австрии, была в Праке, в Чехии. В Украине? В Украине, само собой, в Украине очень часто бываю. Потом я еще была в Барселоне, в Испании. И что запомнилось больше всего вот в этом году? Такое прямо самое яркое впечатление, какое вы получили? Вы не пойти в этом году. Самое яркое, самое такое впечатление у меня было от Украины. У нас проходил Конгресс недавно, Секрет Конгресс, где со всего мира собрались врачи, именно врачи. И он прошел на таком достаточно высоком уровне. Там было столько практического материала, столько интересного. А какая тема Конгресса была? Темы были самые разнообразные. Основной косметология. Косметология и пластическая хирургия. И обсуждали именно практические моменты. Не вот эта теория, которую часто на... Ну да, да. А именно практику. Показывали все свои наработки, осложнения, положительный, отрицательный опыт и как выходить из этих ситуаций. Все кейсы были прям очень интересными. Все делились именно беспрактическим опытом, да? Практическим опытом и беспривязанности к каким-то определенным брендам. Вот это было самое важное. Не было вот этой рекламной составляющей этого. И после Конгресса мы столько гуляли. Было холодно, но все равно было очень интересно. А из чисто вот экскурсионной мне сказочно понравился Багомс. Багомс. Германия. Это такой вот сказочный город. Там домки, вот как... Помните сказки Ганса Христианта? Да, да, да. Такие, как они называются? Такие черепичные крыши. Да, черепичные крыши. Пряничные такие. Пряничные такие домики. С безумно красивым цветовым оформлением. Со всем этим было очень красиво. И очень... Мне очень понравилось. Конечно, везде красиво. Но больше Турции они любят ни одной страны. Вы не поверите. И о концовке, когда приезжают в Турцию, я понимаю, что у нас в Турции есть все. Да. Море. Как вы видите, эта любовь оказывается взаимной. Если ты искренне что-то любишь, это место тебе отвечает взаимностью. Поэтому это очень важно. Если ты живешь в позитиве, конечно же, везде есть свои сложности, проблемы, трудности. Без этого никуда. Но каждый человек выбирает сам. Да. На что обращать внимание. Если ты настроен как-то позитивно, но понимаешь, что есть проблемы, и твое отношение к проблемам как к каким-то сложностям, которые просто могут преодолеть. Да. Или то, что это... Принять так данность. Вы знаете, мне одна притча очень нравится. Есть такая притча, когда муж с женой переселились в новый дом, и жена постоянно говорила, ой, посмотри, это соседка, такая грязнуля, такая это... И муж один день, она как, ой, надо же, хоть раз она чисто постирала. А он как, нет, это я окна помыла. Окна помыла. Вот, вот, да. От того, через какую призму мы смотрим на все, так оно и бывает. Так оно и происходит. Понимаете? Не знаю. Настрой, личный настрой, он всегда, он всегда очень важен. А для того, чтобы настрой был правильным, нужно заниматься любимым делом, стремиться хотя бы к этому, как бы сложно это ни было. Жить в той обстановке, которая тебе приятна, которая тебе нравится. Как бы сложно это ни было. И самое главное, вот тоже я всегда говорю, нужно знать, что ты хочешь. Да. И идти позитивом к этому, к тому, что ты хочешь. Потому что... Потому что почему? Потому что в жизни все возможно. Да. В жизни все возможно. Невозможного нет. Все? Всевышний не дает человеку больше того, что он может выдержать и сделать. Конечно. Поэтому через все трудности, через все... Ну, воспринимайте это положительно, и у вас будет все хорошо. Даже самые сложные, самые плохие моменты. И все. Вот как видите, прекрасная ежевика. Но она колючая, но она очень вкусная. Да. И красивые цветочки. Осыпаются. Да. Осень на дворе, все осыпается. Ну, Аланья у нас вечно зеленая. Да. И вечно тетушка. Это просто надо видеть. Турции, знаете, вот все по всем мире можно найти, и по пути есть. Абсолютно, да. Потому что Турция очень большая. И вот тоже я всегда говорю, у людей есть такой стереотип, что Турция это солнце, море, пляж. Нет, друзья. Здесь есть абсолютно все. И морозы до минус 40-50 градусов. И снега по колено. Даже в Аланьях у нас в горах. Поэтому думайте шире. Да. Изучайте. И тогда вы поймете, что здесь просто невероятное количество природных достопримечаний, исторических сокровищ. А что кухня? Ну, в общем, все. И все прекрасно, если говоря. Я не знаю страну, которая была бы настолько многогранна, как в Турции. Настолько контрастно, многогранно и интересно. Мне кажется, всей жизни не хватит, чтобы... Абсолютно. Вот я тоже самое говорю. Абсолютно. Наталья, спасибо вам огромное за такую потрясающую, интересную, а самое главное, полезную историю, потому что вы рассказали то, что интересует очень многих, а непосредственно, как стать врачом в Турции, то есть врачом с подтвержденным дипломом, сертифицированным врачом, и как не сдаваться, идти дальше. Ну, в общем, как получать от жизни позитив и заниматься любимым делом. Спасибо вам огромное. Это было настоящее удовольствие. Ну и, конечно же, я надеюсь, что вам понравилась история Натальи. Она была очень полезна. Поэтому мы с Натальей приглашаем вас в солнечную Аланию, в прекрасный, сказочный Истамбул, ну и, конечно же, в Турцию. Приезжайте, наслаждайтесь, живите и будьте здоровы и счастливы. И красивы. Я надеюсь, что вам понравилась эта передача и история Натальи. Это была передача «Лица Турции» на канале ТВ-82. Ну и, конечно же, смотрите эту программу на моем YouTube-канале. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся и добро пожаловать в Аланию и в прекрасную Турцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!